Здравствуйте! В эфире общественное телевидение Серпухов. Меня зовут Елена Киселева и сегодня у нас в гостях директор МУП РКЦ ЖКХ Дмитрий Вячеславович Акимушкин. Добрый вечер, Дмитрий Вячеславович. Тема у нас сегодня, пожалуй, самая, что актуально, это вопросы ЖКХ. И, конечно же, я полагаю, что у телезрителей будут возникать какие-то вопросы. Вы готовы на них ответить? Безусловно. Тогда звоните нам, пожалуйста, по телефону прямого эфира 849-67-12-44-44. Ну, а мы приступаем, наверное, к самой сложной теме в сфере ЖКХ. Это задолженность. Задолженность населения перед управляющими компаниями, ну, соответственно, и перед ресурсоснабжающими организациями. Вот на сегодняшний день сколько, ДОК? Порядка 300 миллионов? Даже больше 300 миллионов. Даже больше. Ну, наверное, есть какие-то причины, да, почему люди не платят? Может быть, с этого начать? Ну, давайте я, наверное, расскажу вначале, какова цепочка всей этой задолженности и чем это грозит. Да, ну, значит, если житель не платит за жилищные услуги и за коммунальные услуги, это означает, что его управляющая организация, а если это непосредственно управление, то непосредственно житель должен теплосети и водоканала, то есть житель должен заплатить управляющую организацию, управляющая организация должна заплатить ресурсникам, которые, в свою очередь, должны заплатить за газ, за электроэнергию. Поэтому, получается, когда жители не платят по своим квитанциям, они подводят не только свою управляющую компанию, они подводят и ресурсоснабжающую организацию, и в конце концов появляются разговоры, что вот городу могут перекрыть газ, как это бывает показывает в других регионах. И такое может быть реально? Ну, такое может быть. Единственное, что в нашем городе, скажем, невозможно заподозрить управляющей организации, во всяком случае, которая работает с нами, в том, что они не платят за коммунальные услуги, которые им оплачивают жители, потому что все деньги от нас напрямую идут в водоканал или в теплосеть. Для того в свое время я организовывал саму ПРКЦ ЖКХ, чтобы, как говорится, было прозрачно, честно, и всем ясно, каким образом проходят платежи. Но при всем при том, что существует такая угроза, что не получит своих денег конечный поставщик услуги, электроэнергии или газ, жители не платят по той или иной причине. И с этими долгами приходится заниматься нам, управляющим организациям, приходят председатели советов домов, тоже они озабочены вопросами задолженности жителей в их доме, их управляющей организации, потому что, скажем, ну, если управляющая организация не получает должного финансирования, то, возможно, у нее бывают трудности с выполнением каких-то своих обязательств. Так они, во всяком случае, иногда объясняют жителям. Поэтому все хотят, чтобы задолженность уменьшалась. Сейчас проходит каждую неделю совещание, ведет первый заместитель главы города, Воробьев Алексей Сергеевич, комиссию, на которой каждый раз управляющая организация отчитывается, что они сделали в плане борьбы с задолженностью. То есть это вот взято на полный контроль. И, скажем, наша роль тоже там определена. Мы занимаемся по поручению управляющей организации с должниками. Управляющая организация помимо нас тоже этой работой занимается. То есть мы вместе пытаемся убедить жителей, чтобы они заплатили свои долги. Ну, в общем-то, методы борьбы, не знаю, какие они у вас есть еще. Один из них, в которых мы неоднократно принимали участие, это рейды, да? То есть вы проезжаете, вы же не можете насильственным образом заставить человека платить. Вы, наверное, как-то добром пытаетесь, да? То есть пытаетесь договориться с людьми. Ну, помимо рейдов мы вначале отправляем жителям уведомления о том, что у них накопилась задолженность. Был период, когда мы на квитанции ставили там штампики красные, синие. Как бы пытались привлечь внимание жителя, что вот в этой квитанции и задолженности надо срочно оплатить там на контроле. Значит, кандидат на отключение. Есть у нас наши работники, которые ходят вечером по квартирам с уведомлением и пытаются вручить должникам уведомления, в котором написано, что они должны такую-то сумму, что у них есть обязанность и необходимость заплатить. То есть мы как бы вначале уговариваем. Если житель готов оплатить, но у него возникли какие-то проблемы, такое бывает, а сейчас все чаще, потому как экономика нестабильная, значит, кто-то может потерять работу. Поэтому и на этот случай есть предложение от управляющих организаций, которые нам делегировали это предложение, жителям выставлять в виде соглашения о рассрочке долга. То есть если человек не может одномоментно заплатить задолженность, накопившуюся, уже не спрашиваем, за какой период она накопилась, значит, у него есть возможность заплатить ее в течение какого-то времени. Нам дают такую возможность, мы составляем соглашение с должниками год, два, максимум три года. Если огромная задолженность, то мы можем по распоряжению управляющей компании дать рассрочку на три года. Но это означает, что человек должен платить текущие платежи 100% плюс какую-то сумму в погашении долга, как обычный кредит. То есть это фактически кредит, который был выдан, невольно выдан кредит управляющей организации, или самостоятельно взят кредит управляющей организации, без спроса, что называется. Но опять же, скажем, ресурсы, снабжающие организации, они негативно относятся к этим соглашениям, потому как они не готовы предоставлять такую же рассрочку, зеркальную, управляющей организации. То есть они требуют от управляющей организации заплатить все 100%, а вы дальше можете давать какую-то рассрочку. Но тут есть один момент, управляющие организации не зарабатывают на воде, на горячей, на отоплении. Они те деньги, которые жители заплатили, ровно столько же передают в теплосети водоканал. Если жители их подводят, то фактически управляющие организации обязаны теплосети заплатить из каких-то других источников. Дмитрий Вячеславович, уже есть звоночек. Алло, задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Алло, слушаем вас. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да, слушаем вас. Извините, забыл имя. Дмитрий Вячеславович. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, ситуация в следующем. Случилась такая. Дмитрий Вячеславович. Да, да, я слушаю. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. У нас сгорела квартира. Алло, алло. Говорите, говорите, мы вас слушаем. Алло, вы слышите меня? Слышим вас, говорите. Вы подальше от телевизора отойдите, очевидно, вы сами себя заглушаете. Алло. Рассказывайте ситуацию, мы вас слышим. Значит, сгорела квартира. Говорите, говорите. У нас сгорела квартира. Дальше что? Что мы платим каждый месяц, то есть управляющей компании. Рассказывайте. Вопрос-то в чем? Задайте вопрос. Вопрос в том, что мы не получаем никакой помощи после того, как мы восстанавливаем сейчас квартиру от управляющей компании. Вот, это раз. Что мы можем, то есть, какую помощь мы от них можем получить по закону? И, как бы, они сейчас предлагают подписать документы такого плана, что они до пожара заменили электрощитовые оборудования, то есть, ну, которые придуманы, вот эти пакетники, все это то, что до квартиры. Как нам в этой ситуации действовать и можем ли что-то мы подать на них, какие-то жалобы или, ну, то есть, в юридическом плане? Спасибо. Понятен вопрос. Ну, да. Судя по тому, что вы задаете вопрос этот мне, вам либо не ответила ваша управляющая компания на ваш вопрос, либо она ответила так, что вам, как бы, ответ был не ясен. То есть, управляющая организация, вы платите управляющей организации не за ремонт вашей квартиры, а за содержание вашего общего имущества, которое находится помимо территории вашей квартиры. Поэтому, если произошел пожар какой-то, не знаю, в вашей квартире или наличные клетки, то ваша управляющая организация, она обязана навести порядок в общем имуществе, побелить, отдраить подъезд. А вот, что делать с вашей квартирой внутри, это вот, к сожалению, управляющая компания вам здесь не помощник. То есть, она единственное может какие-то сети, которые подходили к вашей квартире восстановить, если они в случае пожара были нарушены. Поэтому вам нужно все-таки подойти к вашей управляющей организации и с ними выяснить зону ответственности, в чем они вам готовы помочь и по закону должны, а в чем, к сожалению, вам надо заниматься самим. Может быть, прибегнуть в следующий раз к страхованию вашего имущества, которое вам поможет восстановить его после каких-то там нештатных ситуаций. Ну, я не знаю, слышит нас телезритель или нет, но я надеюсь на то, что он получил ответ на свой вопрос. Спасибо вам большое за вопрос. Дмитрий Вячеславович, ну а мы вернемся к проблеме задолжников. Значит, как показали рейды, что многие люди, конечно же, говорят, ссылаются на то, что затруднения различные возникают по причинам, которым они не могут оплатить. Но, как показывают рейды, многие люди и свадьбы устраивают, и ремонты хорошие делают, и квартиры сдают. И тем не менее, они не оплачивают, имеют огромные задолженности. И я просто предлагаю напомнить телезрителям о том, как это происходит на самом деле в реальности, и потом мы продолжим свой разговор. Сейчас посмотрим сюжет. Донфок! Дождались! Визита судебных приставов дождались неплательщики, проживающие на Московском шоссе и улице Володарского. А 5.25. В квартиру с таким номером приставы пришли далеко не впервые. Семья Ларионовых в последний раз оплачивала коммунальные услуги в мае прошлого года. А общая задолженность составляет около 200 тысяч рублей. Ну, такая вот сумма выросла, да. За какой период? За большой. А как так получилось? Ну, получилось так. Я не буду ничего комментировать. Посмотрев квартиру, в которой, судя по всему, недавно произведен ремонт, приставы подготовили акт описи на микроволновку и телевизор. Оценили их в 4 тысячи рублей. Холодильник является прибором жизненной необходимости, поэтому он в этот список не попал. Так что теперь Ларионовы не имеют права отдавать кому-то или продавать печь и телевизор. Во взгляде их домашнего питомца так и читается фраза «понять и простить», а его хозяйка пообещала исправиться. Сейчас будет составлен актописи и аресты вашего наущества. Давайте подождем там до конца, хотя бы по 5 тысяч. Можно я буду платить? Не обязательно, там большую сумму. На московском шоссе дверь в доме 47А так и не открыли. Либо не захотели, либо в квартире в этот момент никого не было. Аналогичная картина наблюдалась и на Володарского 33. В обоих случаях жильцам были оставлены извещения о строгой явке в расчетно-кассовый центр, где будет заключено соглашение о погашении долга. Вы в эту квартиру уже не первый визит, да? Нет. И как, хоть раз открывали? Ни разу? Нет. И не приходили даже ни в извещение. Ну, чаще всего так оно и происходит. То есть из 10 адресов, по которым им удается застать, только троих, там четверых. То есть, ну, половину, и то это в лучшем случае. Словно подтверждая эту статистику, в соседнем доме дверь открыли, но гостям были явно не рады. Еще бы, у обитателей этой квартиры задолженность составляет 657 тысяч рублей. У вас выселят скоро, знаете? А остальные? Виктория, Сергей? Куда выселять? И так четверо. Светлана, Сергей. Ну, что вы платить себе прилагаете? Чего вы мне снимаете? Вы работаете где-то? Нет. Многие неплательщики не понимают того, что их кабала может привести и к пустой трате денег на авиабилеты и гостиницы. Если задолжал более 10 тысяч рублей, путь за границу заказан. Сегодня у меня был случай. Девушка пыталась улететь за границу. В аэропорту остановили, объявили о том, что есть задолженность. Приехала к нам, но мы, к сожалению, пока она не выплатит свою задолженность, ни ограничения, ничего снять не можем. В итоге спутник этой девушки улетел отдыхать за рубеж, а она осталась с носом. Точнее, с долгами и бесполезной путевкой в теплые края, которую теперь можно оставить разве что на память. Ну, вот такой сюжет. Очень, в общем-то, показательный, на мой взгляд. То есть люди живут с параллельной жизнью и, в общем-то, с огромными долгами. Их как-то это даже не тревожит и не тяготит. Вот как же бороться с такими людьми? Мне кажется, люди, которые меньше должны, они больше тревожатся, они бегут, наверное, пытаются как-то с вами заключить договора. А вот люди, у кого под миллион наматывают, и они спокойны совершенно. Как бороться с такими людьми? Надо бороться, например, с пенсионеров, которые получают пенсию и быстрее всех бегут в сберкассу или на почту, чтобы заплатить за услуги ЖКХ, которые там могут чуть ли не равняться их пенсии. Ну вот в сюжете мы увидели, каким образом мы еще можем бороться с неплательщиками. То есть это предпоследняя мера. Судебная пристава. Да, судебная пристава. После того, как мы сходили в квартиру, несколько раз предупредили, что за должность, что ее надо погашать. Люди не захотели погашать за должность, не сразу, не берут никакую рассрочку и не подписывают никакого соглашения о рассрочке. Дальше мы собираем комплект документов, подаем в суд. Суд принимает решение, выдает документы, мы их передаем судебному приставу. Пристав начинает изыскивать доходы должников. Или, как видим в сюжете было, приходят и пытаются описать, люди должны 200 тысяч, описали микроволновку, еще что-то. То есть, ну, это вот понятно, что таким образом погашаться за должность не может. Поэтому это предпоследняя мера. А последняя мера, которая сейчас активно занимается администрация города, но это что касается муниципальных квартир, это выселение. Администрация получает от управляющих организаций... Муниципально это, то есть, не приватизировано. Не приватизировано, это когда социальный найм. То есть, жители не приватизировали квартиру по той или иной причине. Они фактически снимают эту квартиру у администрации, платят за наем. И если такие жители не оплачивают долгий период, платежи свои обязательные, управляющая организация передает пакет документов на таких неплательщиков в администрацию, администрация собирает там дополнительные еще какие-то документы и подает в суд. Если суд принимает решение о выселении, значит, там будет происходить это уже совсем неприятно. И не думаю, что до этой меры надо доводить. Ну, вы видите, к сожалению, есть люди, которые пытаются апеллировать к тому, что много людей там проживает, дети. То есть, прикрываются, получается, детьми. И ситуация, наверное, этим усложняется. Есть еще один вид неплательщиков, которые сдают свою квартиру в найм. Вот, то есть, квартира сдается, он получает ежемесячно какую-то сумму, но каким-то образом успешно обходит, опять-таки, закон и скрывается от уплаты, и счетов как будто бы у него нет ничего. То есть, его даже судебные приставы не могут взять, как бы. Есть и такие хитрецы, что называется. Но это самое обидное, когда приходят жители этого подъезда, этого дома, и говорят, почему вы не занимаетесь должниками. Они за границу ездят, у них там машины есть, и квартира у них несиротская, и окна только что поменяли. Ну, а юридически, как бы, вот все активы записаны не на тех людей, которые должны, которые имеют задолженности. Поэтому или приставы плохо ищут, или на самом деле они так грамотно спрятались, что из них ничего взять нельзя. Такая ситуация тоже порой бывает. И, видимо, есть над чем еще работать. Потому как, если человека можно выселить из квартиры, то как выселить человека из квартиры, которого там, в общем-то, и нет? Ну что же, эта проблема очень серьезная. А были уже прецеденты? Уже выселяли кого-то? Ну, я знаю, что администрация по трем адресам письма направила для оплаты задолженности и предупредила о выселении. И один из должников привез ключи и расторг договора и сказал, что я больше в этой квартире не нуждаюсь, как бы вот квартиру отдаю, выселять меня из нее не надо. Правда, я не знаю, чем закончилась эта ситуация по поводу оплаты задолженности, но человек сам отказался от квартиры. Но это, наверное, исключительный случай. Остальные все не захотят из этой квартиры своей выезжать. Ну вот, других более громких прецедентов я не слышал, но, очевидно, они вскоре будут. И, может быть, вы на своем телевидении или в прессе, в газете. Это обязательно будет. Ну что же, наверное, телезрители, особенно те, кто надеется на авось, должны принять к сведению то, что имеет место быть уже выселение за долги и готовьтесь к лучшему, если вы не хотите на добровольных началах оплачивать обслуживание. У нас есть еще один звоночек. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте. 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 Что мы искусственно стали заложниками, вот, должниками за электроэнергию. Это Карл Маркса один дом. А как это искусственно? Как это искусственно? А как это искусственно? Ну, у нас за наряжение КХ с Нового года отказалось от наших домов. И вот сейчас передача. Квитанцам получаем от РКЦ. У нас мы платим за газ, за отопление. А за электроэнергию у нас графы нет. Вот ситуацию не можете объяснить, почему хотя бы среднюю какую-то сумму минимальную нельзя ставить? Нам говорят, записывайте, копите, откладывайте деньги, когда это все произойдет. Почему такая ситуация именно с электроэнергией? За все остальные мы платим за организацию? Спасибо. Я сейчас вам объясню, почему такая ситуация. До того, как ваш дом был на обслуживании в управляющей организации, за наряжение ЖКХ. Форма управления в вашем доме была в управляющей организации. Управляющая организация по вашему разрешению, которое обусловлено договором управления, заключила договор с водоканалом, с теплосетью и с энергосбытом на оплату коммунальных услуг. Когда ваша управляющая организация с вами договор расторгла, или по какой-то иной ситуации вы перешли в непосредственное управление, то есть фактически у вас не стала управляющая организация. Это значит, что ваш дом перешел на непосредственное управление. Есть такая форма управления. В этом случае МУПРКС ЖКХ имеет договор и с теплосетью, и с водоканалом, и мы можем платежи, которые вы обязаны платить водоканал в теплосеть через управляющую организацию, направлять от вас напрямую туда. Договора с энергосбытом у РКЦ не было, потому что ваша управляющая организация сама оплачивала денежные средства в МОСЭНЕРГОСБЫТ. То есть она собирала деньги из содержания текущего ремонта и оплачивала ваши средства туда. Поэтому вариант один, либо вам напрямую заключить договор с энергосбытом, пойти туда каждому из собственников квартир, и чтобы вам энергосбыт выставлял напрямую квитанцию. Либо общим собранием принять решение о том, что вы хотите, чтобы вашим домом управляла какая-то другая управляющая организация, которая уже заключит договор с энергосбытом, и будет за вас ваши средства перечислять. Проще, конечно, вам напрямую оплачивать. Вопрос исчерпан. Что касается МОСЭНЕРГОСБЫТа, то они сейчас очень часто тоже проводят рейды по отключению электроэнергии у неплательщиков, и приглашают всех, тех, кто желает также по задолженности оформить реоструктуризацию, прийти к ним на Ворошилово 40 и разрешить вопрос задолженности. Ну, хотелось бы еще о чем поговорить. Есть ли сейчас, каким образом меняются тарифы, и грядет ли что-нибудь, какие-то изменения у нас? Ну, тарифы, как правило, меняются летом, к 1 июля, на коммунальные услуги. Поэтому сейчас могут меняться тарифы только, допустим, на содержание, текущий ремонт, если подошел период, когда управляющая организация должна отчитаться за прошлый год и выносит на собрание собственников предложение об изменении тарифа, если вдруг это требуется. И, проводя собрание, убеждая жителей, что надо платить сейчас чуть больше, может быть, вот объясняя, куда эти деньги должны идти, и жители принимают такое решение, тариф может увеличиться. Поэтому вот в данный период тариф может меняться только по решению общего собрания. Но бывают вопросы такие, что жители не присутствуют на таких собраниях и не знают, почему тариф поменялся. То есть, ну, вот я по своей практике знаю, что если... Вот я же живу в таком же многоквартирном доме, и, допустим, если меня не застали, и я не участвовал в собрании, я могу не знать об измене тарифа. Но если управляющая организация все-таки должным образом проводила это собрание, то в подъезде висит объявление. Даже когда меня дома не застали, я прихожу вечером домой, или кто, когда приходит утром с ночной смены, он может видеть объявление, которое написано, что в доме проводится собрание, в доме было проведено собрание, должен висеть протокол. То есть вот, и, скажем, вопросов-то больше у жителей возникает не от того, что они не согласны вот с какой-то информацией, которая появилась квитанцией, а из-за того, что они не имеют, не обладают сведениями, почему тарифы поменялись, на основании чего они поменялись, было собрание, не было собрания, нет никакой информации. Поэтому чем больше управляющая компания выполняет своих обязанностей по информированию жителей, тем меньше вопросов люди задают и управляющая компания, и нам тоже. Поэтому, в принципе, в жилищном кодексе описано все, каким образом должно проводиться собрание, каким образом изменяются тарифы. Если управляющая компания соблюдает статьи жилищного кодекса, то жители... То есть люди просто должны, наверное, активность больше проявлять в плане изучения жилищного кодекса и вообще быть, наверное, дружнее, поскольку есть старшие дома, наверное, нужно как-то активнее себя самим проявлять. У нас есть еще один звоночек. Алло, звоните, задавайте, пожалуйста, вопрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Это с физкультурным, вот 5-7, вот, были на собрании в четверг. У нас объявили собрание, ремонтник, развешали объявление, все. Пришли, там одна женщина, которая просто раздавала договор, вот, то, что мы должны подписать на этот год. Там заочное-очное голосование. Вопросов представителей от ремонтника никого не было. Вот эта женщина, задаешь вопрос, она говорит, я не уполномочен, я не знаю. Мне вот сказали раздать, вот это и все. А тысячи вопросов к ремонтнику. И самое главное, вот, очень многие возмущают, они раньше принимали бумажки, вот эти показания счетчиков, в любое время. Теперь с 20 по 23. То есть люди привязаны, они никуда не могут. Мне надо было уехать, мне пришлось сидеть. И так вот, мало ли, кому-то что-то. То есть, почему они это сделали, непонятно. Ну, вот, за управляющую компанию ремонтник мне тяжело отчитываться. Я могу только предположить, что вот тот человек, который проводил собрание, может быть, он на самом деле не довел до вас всю информацию, раз у вас остались вопросы. Но это очно-заочное голосование, и вы, скажем, принимаете решение не в момент, когда он вручает этот документ, а у вас есть целых 10 дней, или там написано, до какого момента вы должны принять решение. И в этих документах, которые вам вручили, все-таки вручили, должно быть указано, у кого вы можете получить полную информацию по пунктам этого собрания. Поэтому не отчаивайтесь, найдите, скажем, в этих документах контакты, посмотрите, у кого находится дополнительная информация, получите эту информацию. Тогда вам проще будет решать, каким образом отвечать на вопросы, поставленные в голосовании. Но, опять же, вот вы задали вопрос, о котором я фактически, о ситуации, о которой я говорил накануне. Когда управляющая организация не дает полную информацию жителям, и они не могут правильно реагировать. А что касается приборов учета, то мы тоже, наших жителей, которые обслуживаются через МУПРК ЦЖКХ, ремонтик мы не обслуживаем уже два года. Значит, мы получаем информацию о жителе, как по телефону, о показаниях приборов учета. Есть почтовый ящик, куда можно у нас бросить, не стоя в очереди, к бухгалтерам информацию по приборам учета. А больше всего, вот и я прошу жителей, когда они со мной говорят, или воочию, или по телефону, чтобы вы пользовались личным кабинетом. То есть на нашей квитанции, вот на лицевой стороне, мы пишем, передавайте показания через личный кабинет на нашем сайте. То есть мы для всех жителей, у кого есть приборы учета дома, организовали уже личный кабинет. Вам надо просто на нашем сайте зайти, выполнить те действия, которые там прописаны, очень простые, и вы видите показания предыдущие, видите показания нынешние, их заносите, и нам передаете, таким образом вам не надо ни звонить нам. Вы можете это сделать в любой точке мира. Если вы уезжаете, это значит, что ваш счетчик перестал крутиться, но мы об этом не знаем. И ваша обязанность нам передать показания, даже если они не изменились. Ну, так необходимо, чтобы мы правильно считали. Иначе, если вы нам показания не передаете, мы в течение полугода будем вам выставлять среднемесячные от того периода, который у нас накопился. То есть мы за вас будем считать среднюю и вам начислять. Если вы не хотите, чтобы так происходило, пользуйтесь личным кабинетом, передавайте показания. Допустим, если вы знаете четко, что вы в своей квартире не находитесь, то передавайте одни и те же показания. То есть было там 20 кубов на счетчике, вы опять пишете 20 кубов, и нам передаете. Это означает, что вы не потребляете, и мы вам будем выставлять по тому ресурсу, по которому нет потребления, ноль. Когда вы приедете, начнете потреблять, вы передадите показания, которые уже ваш счетчик новый показал. Поэтому я могу за коллег объяснить вам, почему именно в этот короткий период управляющая компания «Ремонтник». Дмитрий Вячеславович, простите, давайте мы ответим сначала по вашей теме. Есть еще один звонок. Давайте, пожалуйста, задавайте вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий Вячеславович, я хочу, во-первых, по поводу собраний. Во-первых, мы хотели конкретному, не по бумажкам там что-то ответить, написать галочки, а конкретно пообщаться с представителем «Ремонтик». Это одно. Правильно, я согласен. Мне вот сейчас 6 лет. Я что, должна купить компьютер, подключить его. Это мне сколько денег стоит? Зачем мне личный кабинет? Вот были раньше ящики, но они сейчас есть. Было, в любое время пускают бумажку. А теперь они вот ремонт поставят с 20-го по 23-й. Вот как хочешь, так крутись. Будь привязан к этому ящику. Почему не сделать там с 1-го по 23-й по то же самое? Почему так вот сделали? Непонятно. Я вам объясню, почему. Вот я хотел как раз договорить, почему вот в этот период управляющая организация ваша просит или, скажем, ограничивает вам возможность передать в другие периоды. Потому что управляющая организация снимает показания общедомовых приборов учета, которые стоят в подвале, именно в этот период. И для того, чтобы им получить четкие показания на общедомовые нужды, которые фактически ваш дом потребил, надо, чтобы и квартирные приборы учета вы снимали в этот же период. Тогда получится, чтобы в течение этой недели все квартиры передали свои показания, и управляющая организация сняла показания общедомового счетчика. Если из этих показаний общедомового прибора вычесть все ваши показания личные, получится четко сумма общедомовых нужд. Извините, у нас дом 62-го года, там вообще никаких счетчиков нет, подлезть невозможно. Вот на той неделе делали ремонт, так яму выкапывали под полом у людей. Потом на другой день еще пол ремонтировали. Ну тогда задайте все-таки вопрос вашей управляющей организации, почему в вашем доме. А я не полетно задавать. Ну я работаю в МУПРК ЦЖКХ. Задайте мне вопросы про работу нашей организации, и я постараюсь на все вопросы ответить. Спасибо вам большое за вопрос, Дмитрий Вячеславович. У нас с вами остался еще один вопрос, осталось очень мало, к сожалению, времени, вот время летит. Скажите, пожалуйста, вот об информации в платежных документах должна появиться новая строка, да, то есть это ремонт газового оборудования или уже появилось? Нет, это техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, то есть о чем вот говорят долго, и уже на страницах газет уже предупредили жители нашего города, что будет выставлена оферта, то есть это вот некая информация о стоимости, ну вот она будет, вот допустим, вот как-то вот, вот как я могу сейчас показать, то есть на обратной стороне квитанции будет предоставлена информация о той услуге, которую мы с вами, в принципе, обязаны, что называется, заказать у того или иного поставщика услуги, то есть есть специализированные организации, которые обязаны наше с вами газовое оборудование проверить на его работоспособность, чтобы не было утечи газа, а мы за это с вами обязаны заплатить. Ну вот таково наше законодательство нынешнее, да, мы с вами обязаны выбрать поставщика этой услуги, который будет нам оказывать техническое обслуживание наших с вами плит, газовых колонок. Нам было дано время, мы его с вами уже почти что не использовали, то есть вот мы с вами должны были сами заключить договор, вы можете в вашей управляющей организации узнать, а где найти вот эти специализированные организации, которые оказывают такие услуги. Весь дом должен... Ну вообще каждый житель должен заключить договор с такой организацией. Нет, выбрать организацию, каждая семья имеет право, как бы сказать, на своем усмотрении, или весь дом должен выбрать одну обслуживающую организацию? Ну, проще было бы для организации за дом отвечать, если она целиком будет обслуживать его, то есть, ну это нормально, да, что... То есть опять нужно на собрании все это решать, общий домовой, да? Да, на собрании некоторые управляющие организации собирают председатели советов домов, советы домов, убеждают их, что вот есть одна, вторая, третья организация, которая вот в скором времени вам должна выставить техническое обслуживание вашего оборудования газового. То есть получается, что раз мы с вами не успели вовремя заключить такой договор, каждый житель, то мы фактически обязаны вас чуть ли не заставить это сделать, но законным образом. Поэтому вот в квитанции будет выставлено предложение, а значит, среди строчек вы увидите название техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Если вы уже заключили такой договор, вы придите к нам в РКЦ и предоставьте копию такого договора, напишите заявление, что я заключил такой договор, и мы вот от этой организации, которая будет весь ваш дом обслуживать, уже выставлять вам не будем. Ну, фактически это будет происходить следующим образом. Пришла квитанция, вы ее оплатили, и в течение ближайшего периода придет представитель этой организации, и ваше газовое оборудование проверит, составит необходимые акты, после которых, скажем, они уже тоже будут нести солидарную ответственность с вами, с жителями, о том, что ваше газовое оборудование работоспособное, и, не дай бог, утечек там не будет происходить. Ну что ж, к сожалению, время очень быстро подошло к концу, и тема ЖКХ бесконечна, можно было бы еще очень долго и много говорить, задавать много вопросов и отвечать на них, но, к сожалению, программа сегодняшняя у нас завершена. У нас в гостях сегодня был директор РКЦ ЖКХ Дмитрий Вячеславович Акимушкин. Спасибо вам большое за участие в нашей программе, а вам большое спасибо за то, что смотрели нас и задавали свои вопросы. До свидания, всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин